Я ориентируюсь на французские цены за обложку. Они несколько выше, чем здесь. Раза так в два, а то и в три. Я озвучиваю эту цену. Если человека устраивает, я начинаю работать. То есть, с той ценой, которую платят французы за обложку, у меня не возникает никакого внутреннего сопротивления, предоставлять эскизы, выслушивать их пожелания, исправления делать. Но если здесь тебе заказывают обложку и начинают надувать губу, то, конечно, ты сразу чувствуешь себя не очень комфортно. Потому что, да, кто платит, тот заказывает музыку. Я с этим абсолютно согласен, но в конце концов, тоже совесть надо иметь. В принципе, когда ты берешь какой-то заказ, то, естественно, ты думаешь, сколько времени ты на него потратишь. В среднем это две-три недели. Две-три недели собрать материал, сделать, потому что я предпочитаю сделать не один вариант, а несколько, чтобы заказчик мог выбрать. Выбрать тот, который ему понравится. И получается, что вот за три недели, конечно, работать за десять тысяч смысла абсолютно нет. Мне вот сказали, что многие российские издательства просто деньги платят после того, как ты закончил книгу. А вот на что художнику вопрос такой «Жить?» Вот. На что ему четыре месяца вот эту книгу делать? Вот. То есть, ну, не знаю, не знаю. Вот. Я говорю, с другой стороны, не стоит себя загонять в какие-то рамки и искать заказчиков. Можно самому сесть и сделать вот того же иллюстрации к ластерину колец, к любой сказке. Ведь не обязательно делать всю книгу, а сделать один, два, три разворота или иллюстрации полосных и уже с ними идти в издательство и предлагать им. Если книга заинтересует, я думаю, что ни одно издательство не будет против, чтобы пригласить художника и закончить с ним этот проект. Это я к тому, что под лежачий камень вода не потечет, надо немножко пошевелиться. Я вот не первый раз теперь слышу, что да, вот понятие мода, что это не модно. Во Франции очень все просто. Если издательство не заинтересовано в твоей работе, они тебе предлагают посмотреть то, что у них выпускается, как детская книга. И там даже объяснять не надо, что ты просто, у них вот стиль свой. И все книги выпускаются приблизительно в одном стиле. Значит, естественно, если ты пришел как классический иллюстратор туда, то это большущая разница. И, естественно, они тебе пишут, что взять хотя бы тот же хороший пример «Розовый жираф». Вот у них очень все четко по стилистике, по всему. Зайти на их сайт, посмотреть, с какими художниками они работают, ты будешь ясно представлять себе, что да, вот. Классическую такую иллюстрацию, как вот она существует, это понятие, у них, конечно, не примут. Пускай будут голодными его персонажи, вот, но сам художник должен зарабатывать, мне кажется, столько, чтобы ему хватало на комфортную жизнь, чтобы его не теребила бытовуха. Вот, и когда бытовуха давлеет над творчеством, это, конечно, всегда неприятно. Вот, ты пытаешься схватить сразу за десять вещей, сразу решить тысячу проблем, в то время, как, когда ты создал что-то, сделал иллюстрацию, у тебя ее взяли, работку, у тебя взяли ее, купили. Во-первых, ты свое ЧСВ поднимаешь, в общем, ты чувствуешь, что ты не просто какой-то ноль без палочки, а тебя где-то даже любят и уважают. И плюс материальная составляющая, вот, это, я считаю, вот, вот, хороший стимул для работы делать красивое, и чтобы это нравилось людям, и чтобы за это платили. Вот и все. А насчет того, что, вот, представь, ты делаешь красивое, вот, тебя любят, но за это никто не платит. Это путь в никуда. То есть так можно сказать, что, ой, ой, как был бы счастлив Ван Гог, если бы у него покупали все работы. Да наверняка был бы счастлив, наверняка бы жизнь у него пошла по-другому, вот. И то, что он был голодным, вот, и даже немного сумасшедшим, это никому радости не принесло, в конце концов. Вот вам влюбленный кот.